Февраль уже не тот. Погода в Нижнем Новгороде, мягко говоря, капризничает, все тает. Обильные осадки и выпавшие выходные только ухудшили ситуацию. В пору надевать незимние ботинки, резиновые сапоги. На дорогах и пешеходных тротуарах лужи и даже реки талой грязной воды. Автомобилистам не позавидуешь, машины пробуксовывают. Общая скорость движения снижена, пешеходы стараются идти аккуратно, точно выверяя каждый шаг. На самом деле очень скользко и много грязи. И невозможно идти, топаешь. Ноги сырые. Минус 10 обещали сегодня. Будет так, что очень скользко. Неужели они на работу-то шли, видели, какое безобразие дворника бы попросили полбытровую дорожку сделать здесь. И мы бы им сказали спасибо. Если кто-то из жителей столицы Приволжье будет недоволен качеством уборки во дворах, он может написать об этом в официальное сообщество городадминистрации «Антиснег. Нижний Новгород» в одной из соцсетей. Ссылку на группу на своей странице разместил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Надо заметить, что на момент написания сюжета в группе состояло более 860 человек и разместили порядка 50 постов с жалобами. На каждую запись обещают отреагировать. Это только будет нам помощь, если жители будут обращаться. У нас тоже есть в департаменте диспетчерская служба, где ведут записи. Также по этим всем замечаниям, которые, как вы говорите, вот открыли страничку, также будут отрабатываться эти вопросы каждый день. По данным Гидромедцентра, в ночь с 5 на 6 февраля ожидается резкое понижение температуры на 9-13 градусов и сильная гололедица. Значит, могут вырасти очереди в травмпунктах. Сейчас падения чрезвычайно участились, потому что сегодня на улице непогода. Непогода, скользко и в основном идут все падения, сопровождающиеся переломами. Обязательно обратиться быстрее за помощь и желательно иметь при себе документы. Паспорт, страховой медицинский полис, страховой пенсионный. Снился. Дорожники уже подготовили план уборки с помощью реагентов и концентрированной песко-соляной смеси. Обрабатывать будут не только проезжую часть, но и тротуары и посадочные площадки установок.